Ну и есть у меня еще косметичка для рук, для ухода за руками. Давайте посмотрим, что в ней находится. Итак, самое первое, я покажу, это маникюрный набор. Маникюрный набор очень мне нравится. Он у меня уже много лет, я его использую. Щипцы изумительные, кусачки, да, вот эти. То есть очень хорошо убирают величину ногтя. Пилочка не оставляет зазубри на ногтях. Ну вот, заусениц я так не часто пользуюсь, у меня не часто, как бы заусеницами не страдаю. Вот пинцет я ему щипываю, бровки свои мне нравятся. И лопаточка для отодвигания кутикулы. Но я вот больше предпочитаю деревянную лопатку. Ну и вот такие ноженки хорошие. Значит, если мы заглянем как раз ко мне в косметичку, то вот я вам покажу вот такие две деревянные палочки из апельсинового дерева. Причем вот этой палочки у меня уже лет, не знаю, лет, наверное, 10, ничего и не делается. Я ее покупала до очень-очень давно. С самым первым набором для рук. Еще в синих таких был косметичках маленьких. Вот палочка из апельсинового дерева. Вот мне кажется, ей более щадяще отодвигать кутикулу, чем вот такой железной. Ну, жидкость для снятия лака, которая не содержит ацетона. Причем очень классная, она еще и ухаживается руками. Из специальных смягчающих средств мне очень нравится. Вот я использую карамель и ванильную. Ванильный. Значит, для чего они нужны? То есть, вот для того, чтобы ухаживать за кутикулой. То есть, на ночь обычно я стараюсь смазывать кутикулу специальным смягчающим средством для того, чтобы не было заусинц, чтобы она была мягкая. Очень нравится мне вот это средство для быстрого высушивания лака. То есть, когда-нибудь я вам покажу мастер-класс, как действует оно. Когда вы наносите лак на ноготь, и вам нужно очень срочно и быстро куда-то идти. Вы капаете капельку из капельницы, вот из этой. И лак высыхает за 30 секунд. То есть, очень-очень удобно. Так, ну, есть у меня средство по уходу за кутикулой. То есть, когда отодвигаете кутикулу, наносите вот это средство для размещения кутикулы. Потом на мастер-классе тоже покажу, как правильно им пользоваться. Так. Ну и здесь остались у меня лаки для ногтей. Из кракелюров я выбрала себе вот эту пару. Золотистый и черный. То есть, это лак-основа. Вы ее наносите. Подсушиваете обязательно. И сверху наносите лак-кракелюр. И он дает растрескивание. Вот такое основа. И получается такой очень красивый лак под очень красивый такой принт на ногтях. Из других лаков, которые у меня есть, у меня есть вот такой лак-покрытие. Он, видите, совершенно бесцветный, с золотыми блестками. Причем у меня он очень давно. Но, ну вот, он, видите, не застывает. Очень хорошо сохранился. И я его использую, если мне не хочется наносить лак, я его использую просто как покрытие. И вот очень мне нравится цвет этого лака Джордании. То есть, я взяла его себе. Но вот скажу, что по сравнению, например, с лаками, предположим, даже с этим лаком, лак с блестками держится гораздо лучше, чем лак эмаль. Вот это эмалевый лак. Но он настолько красивый, он так классно смотрится на руках, что, в принципе, я даже вот взяла, несмотря на то, что через 2-3 дня приходится подправлять. Но сейчас я посуду редко мою руками, поэтому я думаю, что буду его носить дольше. Вот взяла лак неон, то есть, который светится в темноте. Вот такого цвета интересного, такой коралл красный, такой летний лак. Но вот еще его не пробовала. Ну и вот ватные диски, да, у меня в косметичке. Вот, в принципе, средства по уходу за руками. Еще у меня есть покрытие для лаков. И есть еще база под лак. Ну, у меня вот его взяла дочь, очевидно, потому что в косметичке не оказалось. Вот сегодня мы с вами посмотрели обзор средств по уходу за руками, которые у меня есть в моем косметическом арсенале домашнем. Присоединяйтесь к нашему проекту «Будь красивой», присоединяйтесь к нашу команду, и мы научим вас правильно пользоваться косметическими средствами и научим зарабатывать вас деньги. С вами была Наталья Незорова, золотой директор компании «Арифлэм» из города Котлас. Всего вам хорошего! Спасибо!